Сегодня я хочу рассказать о нейронных сетях относительно детально. Я попробую рассказать о них на таком умеренном техническом уровне, но более-менее еще популярном. Нет, я все-таки его возьму, как так удобнее. Так, откуда вообще взялись нейронные сети? Ну, то есть, как бы всем известно, что мотоц состоит из нейронов. Почему именно в таком виде были сделаны первые модели, как они потом эволюционировали, как это связано с биологией? Биологический нейрон, ну, с одной стороны, устроен довольно просто, с другой, все-таки, не очень просто. У него есть тело, которое получает потенциал от других нейронов и в какой-то момент начинает испускать само электрические импульсы, называемые спайками. Это тело испускает их по аксону. Аксон соединяется с дендритами. Вот дендриты – это входы, ну, как бы дендриты – это входы нейрона. Аксон – это выход нейрона, грубо говоря. Там еще есть синапсы, и, в общем-то, у него не все так просто с телом самой клетки, но с самым грубым приближением можно считать, что это система со многими входами и одним выходом, которая работает в импульсном режиме. То есть, приходят импульсы на входы в разные моменты времени, и иногда они приводят к тому, что тело само испускает импульсы. Поскольку первые модели нейронов появились, ну, в общем-то, примерно в середине прошлого века, то они были, конечно, не могли повторять всю эту сложность и были упрощены до вот такого состояния. Нейрон представлялся как, ну, собственно, элемент, выполняющий решающее правило, который получал входы с промежуточных элементов, которые получали входы от рецепторов. На рецепторах могли быть какие-то действительные числа, ну, то есть, например, они могли быть разбросаны в каком-то поле, на которое проецировалась какая-то картинка. Вот эти а-элементы выполняли простую функцию, они суммировали значения на всех рецепторах, с которыми были соединены с весами минус 1, 0 или 1. Ну, то есть 0 – это отсутствие связи, и каждый из рецепторов мог входить либо с плюс единицы, либо с минус единицы. Исходно вот эти а-элементы соединялись со случайными наборами рецепторов, а самих а-элементов бралось достаточно большое количество, чтобы, ну, так, статистически накрыть все входное пространство, не особо вдаваясь в подробности, кто за что отвечает. И значения, которые получались в итоге на этих а-элементах, суммировались в р-элементе с весовыми коэффициентами, которые я забыл дописать в эту формулу, совершенно напрасно. Вот, то есть тут вот перед а-элементами должно стоять W и Т. То есть у каждой вот этой связи есть определенный вес, который является коэффициентом, на который умножается значение в а-элементе. А в а-элементе, да, ну, идет суммирование, соответственно, ну, тоже тут можно было бы дописать какие-то веса, то есть это минус 1 или плюс 1. Такая штуковина – это была первая модель нейрона, которая называется перцептрон Розенблата, и она вызвала очень большой интерес, когда появилась. Почему это произошло? Потому что это была первая фактически система, которая могла чему-то обучаться. Ну, то есть, да, понятно, что Розенблата предложил не только такую систему, но и правила изменения весовых коэффициентов таким образом, чтобы система достигала определенных целей. Каких именно? Вот этой системе предлагались различные образы на входе, ну, грубо говоря, изображения, тогда, в общем-то, с них начиналось все, изображения на входе, которые надо было отнести к одному из двух классов. Например, буква – это или цифра, вертикальные линии или горизонтальные и так далее. В зависимости от того, какому классу нужно было отнести это изображение, на выходе этого элемента мы ожидали увидеть 0 или 1. 0. К одному классу 1, и ко второму классу. Да, а вот эта вот функция, которая применяется к этой сумме, которую я забыл дописать веса, эта функция имела вид порога. То есть, если эта сумма больше некоторого порога, то результат равен 1, если меньше некоторого порога, то результат равен 0. Таким образом, вот, вся эта штуковина выполняла следующую функцию. Ей показывали какой-то образ, она говорила, это образ типа 1 или образ типа 0. А Розенблан предложил правило, которое позволяло модифицировать веса так, чтобы, если бы мы задались каким-то набором примеров, то есть, у нас есть какой-то набор изображений букв, и мы знаем, что им должен соответствовать 0, и какой-то набор изображений цифр, мы знаем, что им должен соответствовать 1, то с помощью метода, предложенного Розенблата, можно было изменить эти веса так, чтобы перцептрон, ну, грубо говоря, всегда правильно отвечал на предложенные ему примеры. И более того, если предложить ему пример из тех, которые раньше не показывались, но которые визуально похожи на букву, то он бы ответил, скорее всего, 0. А если он был бы визуально похож на цифру, то, скорее всего, он бы ответил 1. Совсем в детали того, как именно работал перцептрон Розенблата, я сейчас даваться не буду, я расскажу про многослойные перцептроны детали. Но сам факт того, что эта система, которая обучалась и демонстрировала что-то похожее на человеческое поведение, вызвал очень большой ажиотаж, очень большой интерес. Пока Минский, по-моему, где-то 70-х годов, не предложил такой простой пример, как задачи исключающего или, ну, то есть у нас есть два входа, на них может быть либо 2 нуля, либо 2 единицы, либо 1,0,0,1. Ну, и, соответственно, на 2 нуля и 2 единицы надо было ответить нулем, а на 1,0,0,1 надо было ответить единицы. И оказалось, что перцептрон Розенблата в принципе не способен решить такую задачу из-за, ну, из-за определенных математических особенностей, которые лежат и в его природе, а именно из-за того, что у нас идет суммирование. Я немножко вру, перцептрон Розенблата в такой постановке мог либо решить задачу, либо не решить, в зависимости от того, как бы выпали вот эти вот значения рецепторов, а если бы мы подавали исключающие или на вот эти вот два а-элемента, то он не смог бы ее решить никогда. И тогда все сказали, ну, это никуда не годится, это не имеет ничего общего с мозгом, и на нейронных сетях, в общем, интерес к нему очень сильно был подорван, многие бросили ими занимался, пока не была предложена модель многослойного перцептрона, который чем-то похож на перцептрон Розенблата, но только более сложно устроен. Тут каждый вот этот элемент является нейроном в смысле того Р-элемента с предыдущего слайда. То есть у нее есть некоторое количество входов, как минимум один скрытый, ну, и как минимум один дополнительный слой нейронов, называемый скрытым слоем, и выход, на котором тоже стоят нейроны, выходной слой. Этих, в принципе, слоев промежуточных может быть некоторое количество, не суть важна, в принципе, вот все, что может многослойный перцептрон, проявляется на трехслойном перцептроне, вот таком. Он принципиально способен решить как задачу исключающего ИВИ, так и практически любую другую задачу распознавания при выполнении некоторых условий, о которых позже. Да, как он работает? Ну, похожим образом. То есть вот на нейроны этого слоя поступают... то есть значение на входе я называю x-ами, вот они, x, y, t здесь. Значение на выходе этих нейронов я называю буквами H, значение на выходе этих нейронов буквами Y. Соответственно, значение H вычисляется как некоторая функция от умножения x как вектора на матрицу весов, соединяющих вход со скрытым слоем, а значение на выходе аналогично получается из умножения значений H как вектора на матрицу, соединяющую промежуточный, ну, скрытый слой с выходом. Что означает умножение вектора на матрицу? Ну, вот тут я расписал чуть детальнее. То есть мы берем все значения входов, умножаем их на значения весов, соединяющих каждый вход с первым нейроном, потом каждый вход со вторым нейроном и так далее. И в многослойном перцептроне вот классическом вот эта функция может иметь, в принципе, самые разные виды, но самая популярная это сегмоида, которая в минус бесконечности принимает значение 0, в плюс бесконечности единицу, а в окрестности нуля ведет себя таким плавным образом. Многослойный перцептрон, но, разумеется, он был предложен не как просто концепция соединения нейронов, а как метод обучения такой сети чему-либо. Вообще, когда мы говорим о каких-либо нейронных сетях, то всегда значение имеет не то, как мы соединяем нейроны в какую-то структуру, а то, как мы будем менять их весовые коэффициенты, чтобы решить поставленную задачу. В данном случае вот вся эта штуковина училась методом градиентного спуска. Что это означает, что если совсем грубо, мы берем вот всю нашу сеть, показываем ей текущий пример, смотрим, как она на него ответила, сравниваем с тем ответом, который мы от нее хотели получить, потом меняем один вес на малую величину, проделываем тот же процесс с тем же входом, тем же выходом, и смотрим, стало от этого лучше или хуже. Если стало лучше, то этот вес нужно менять на эту величину со знаком плюс, если стало хуже, то нужно менять на такую величину со знаком минус. Разумеется, проделывать эту операцию параллельного изменения одного веса и ничего больше не трогая, математически неэффективно, поэтому используется метод обратного распространения ошибки, который позволяет сделать математически то же самое гораздо более оптимальным способом. То есть фактически за один проход мы можем посчитать изменение всех весов сразу. И этот метод очень широко используется сейчас. То есть фактически в современном представлении человека, который слышал про нейронные сети, но не очень в них разбирается. В общем-то нейронные сети это как раз те самые многослойные перцептроны, которые обучаются по неотуду бэк пропагейшн. Что это вообще за... Что они умеют? Какие задачи они могут решать? Они могут решать почти любые задачи, в которых у нас есть очень большое количество примеров типа вход и правильная реакция на этот вход. То есть если у нас есть, допустим, миллион примеров каких-нибудь изображений и правильных ответов, которые этим изображениям соответствуют, то скорее всего мы сможем обучить наш перцептрон, но только если эти данные не совсем уж плохие, есть определенные критерии, но в большинстве реальных случаев, в общем-то, если у нас есть такое соответствие, мы сможем его научить, и на большинстве подобных образов, вот тем, которые мы показывали, он будет давать правильный результат. То есть в принципе, как практический метод решения задач такого рода, многослойный перцептрон, хорош, хорошо себя зарекомендовал, но единственное, что машина опорных векторов СВМ дает, ну, весьма близкие к этому результаты и, пожалуй, ну, в некотором роде математически более оптимально, ну, там спорный, то есть иногда лучше СВМ, иногда лучше перцептрон, ну, в принципе, как бы для многих задач, в общем-то, выбор перцептрона или СВМ это вопрос личных предпочтений, а не что-то, ну, очень важное с точки зрения результата. Ну, то есть достаточно часто их результаты работы отличаются на доли процента по погрешности. Вот, но тем не менее, вот такая структура есть в нейронной сети в современном понимании, и она, ну, она решает вот поставленные перед ней задачи, но она не очень интересна, ну, как бы, с научной точки зрения, ну, вот, решает хорошо и, собственно, вот. Ну, почему не очень интересно, потому что вот мы задаем какой-то вход, она с ним что-то делает, дает какой-то выход, и это ее предел, то есть она не может делать ничего сверх того, ничего близкого к мышлению, к какому-то сознанию и так далее, в ней нет, ему там нет места, и никакими увеличениями, там, числа нейронов в этой сети, никакие подобные эффекты получены быть не могут в принципе. Вот, то есть, в принципе, вот, соответственно, многослойные перцептроны следует рассматривать как инструмент решения вот таких задач, где у нас есть много примеров, для которых достаточно четко определено, что-то в кое входы, что-то в кое выходы, что-то в кое, ну, каким классом их надо относить, и не нужно, не нужно какое-то осмысление полученных результатов, и не нужна динамическая адаптация к чему-то изменяющемуся. Что делать, если нам нужна все-таки динамическая адаптация? Для этих случаев используют рекуррентные перцептроны, это, ну, штуковина, которая, в принципе, по структуре почти идентична обычному многослойному перцептрону, только его выход поступает ему уже на входы с некоторыми задержками. Что это меняет? Это меняет то, что фактически вот сеть такого рода знает, ну, грубо говоря, имеет информацию о том, какие ответы она давала перед этим, и может, соответственно, скорректировать текущий ответ в соответствии с тем, что она выдавала до того. Это очень ярко проявляется на задачах управления. Если нам нужно, ну, как устроена задача управления? У нас есть какой-то объект, который не очень понятно, как устроен, вот, и нужно научиться им управлять, то есть давать ему такие сигналы управления, чтобы он выполнял ту задачу, которую мы перед ним сейчас поставили. И обычный перцептрон справляется с этим относительно слабо, потому что, ну, принципы, как бы, управления объектом, то есть, что если мы хотим, чтобы он ушел влево, то руль надо двигать влево, если чтобы он ушел вправо, руль надо двигать вправо. Эти принципы сохраняются на всем пространстве, ну, то есть, где бы этот объект ни оказался, в каком бы положении он ни был бы, на роль он будет реагировать одинаково. А многослойному перцептрону, чтобы понять, что вот в любой точке пространства он ведет себя одинаково, нужно все эти примеры подать в обучающей выборке. То есть, нам нужно сказать, если мы сейчас там летим, грубо говоря, налево под таким-то углом, то руль налево поведет нас налево, руль направо поведет нас направо. Если мы сейчас летим налево под чуть-чуть другим углом, то все равно руль налево повернет нас налево, руль направо повернет нас направо. Если мы летим прямо под таким-то углом, все равно руль налево ведет налево, руль направо направо и так далее. Вот для многослойного перцепрона нам нужно создать огромную обучающую выборку, в которой будут повторяться все возможные ситуации в достаточно глупом для человека способ. Рекуррентный перцептрон в этом смысле значительно более эффективен, потому что информацию о том, где он находится сейчас, он может хранить в этих обратных связях. Тут, разумеется, может быть не один выход, а несколько. Информация о том, где он находится, может храниться в этих обратных связях, а то, что объект реагирует определенным образом, он этому достаточно быстро научится. Вот просто, что если в этой ситуации руль повернули налево, он полетел налево, и в той ситуации руль повернули налево, он полетел налево, то это означает, что руль налево означает движение налево относительно того положения, где мы сейчас находимся, а где мы сейчас находимся, передается по этой связи. И действительно рекуррентные перцептроны для задач управления на моем собственном опыте показали себя очень хорошо, в отличие от обычных перцептронов, которые ничему толком не смогли научиться. То есть, в общем-то, грубо говоря, рекуррентный перцептрон из 20 нейронов вполне может управлять периодным маятником или моделью вертолета. Многослойный перцептрон из тех же 20 нейронов никак не может. Не в всем желание. Ну, то есть, наверное, его можно было бы очень постараться так обучить, но вот, грубо говоря, тот же самый рекуррентный перцептрон от того момента, как я получил модель вертолета, до того момента, как я научился ее управлять с его помощью. Прошло примерно 3 часа. А многослойным перцептроном, чтобы научиться управлять маятником, который намного проще, хоть как-нибудь, я убил около двух недель, и то качество управления было так себе. Вот, но, ну, как бы вот эта сеть, она является следующим шагом, она что-то помнит о своем состоянии из прошлого, но, тем не менее, все равно говорить, ну, то есть, как бы, это хороший шаг вперед по сравнению с многослойным перцептроном, но это не очень много. А, сейчас, вот, а вот, можно звук? Светящаяся кнопка третья сверху. О, да, спасибо. Нет. Вот. Сеть Хоффилда, она принципиально отличается от перцептронов. Принципиально она отличается тем, что у нее есть текущее состояние, ну, вот, в данном случае, в этом текущем состоянии какой-то образ, например, вот, в данном случае цифра 2. И это текущее состояние постепенно меняется в зависимости от предыдущего состояния. То есть, она живет в некотором времени и пошагово изменяет свое состояние. На каждом следующем шаге ее состояние зависит от всего состояния сети в предыдущий момент времени, и она будет переходить из одного состояния в другое до тех пор, пока не окажется в одном из устойчивых состояния, в аттракторном состоянии. Оно определяется как, ну, тот момент, когда следующее состояние в точности равно предыдущим. Чем это принципиально отличается от перцептронных сетей? Тем, что тут нету, во-первых, у этой сети нету такого понятия, как входы и выходы. У нее есть только текущее состояние. Если мы хотим задать ей что-то на вход, мы просто записываем вот этот вход в ее текущее состояние. И у нее нет такого понятия, как, ну, как бы, какой-то конечный результат. Просто когда она останавливается, ну, когда мы наблюдаем картину, что все-все следующие состояния повторяются, мы говорим, что вот, сеть закончила свою работу. Это результат ее, как бы, обработки того образа, который мы ей задали на входе. Такая сеть и учится принципиально другим способом. Если в случае с перцептроном мы использовали градиентный спуск на миллионах возможных примеров, то тут у нас есть набор тех картинок, которые мы хотим запомнить, допустим, 10. Для каждой такой картинки мы решаем вот такое уравнение. То есть вот эта картинка должна быть такой, что, будучи умноженной на весовую матрицу, она дает сама себя. Это решается, ну, достаточно просто через нахождение инверсной или в случае с более сложными моделями псевдоинверсной матрицы. Ну и фактически, ну, грубо говоря, обучение происходит за один проход. То есть нам не нужен итеративный процесс. Если у нас 10 образов, то нам нужно ровно 10 раз пройтись по этой... Точнее, как нам даже не нужно 10 раз проходиться по матрице. Но, грубо говоря, можно себе это представить, как 10 раз мы прошлись по этой матрице, записали в нее вот все эти вектора, и на этом процесс обучения закончился. А в отличие от перцептрона, где нужно повторять эти миллионы образов многие тысячи раз, все, и там этот процесс постепенный. То есть другой принцип обучения и другой принцип работы. И, ну, что мне интересно, то, что она значительно ближе по своим свойствам к тому, что есть в мозгу. Почему? Потому что у нее принцип соединения нейронов в сеть, ну, то есть тут каждый нейрон соединен с каждым другим нейроном. Это соответствует тому, как соединены нейроны в мозгу в небольшой окрестности одного нейрона. То есть в реальности, если мы выберем какой-нибудь нейрон в мозгу и выберем ближайшие его несколько сотен нейронов, то окажется, что там примерно каждый связан с каждым. То есть это архитектура такого типа. И потом другое принципиальное отличие, то, что она она живет во времени. У нее есть понятие времени, получаемое как последовательное состояние, которое она проходит. И вот такая, ну, сеть Хоффилда с некоторыми модификациями называется ассоциативной памятью. Ну, и, собственно, сеть Хоффилда тоже. На этой ассоциативной памяти был получен такой интересный эффект. Была взята сеть из примерно 250 нейронов, и 40 из этих нейронов были уничтожены. Ну, то есть были обнулины все их весовые коэссценты, как будто бы их никогда и не было. При этом в сети до того было запомнено некоторое количество образов, примерно 120. Что означает запомнено? Это означает, что каждый из этих 120 образов удовлетворял вот этому вот уравнению. И если бы на вход сети мы подали что-то похожее на запомненный образ, то она бы его почистила и сошлась бы к строго запомненному, как вот сейчас мы видим. Вот если еще раз на это посмотреть, и вот это был входной образ, он постепенно очищается. Это означает, что образ запомнен. То есть если сеть может с ним проделать такую операцию, то образ запомнен, и он является ее тракторным состоянием. Что было здесь сделано? Вот были уничтожены 40 нейронов из 250. При этом из 120 запомненных векторов хоть чуть-чуть она смогла вспомнить один, ни на один другой она никак не прореагировала, не смогла его привести к запомненному ранее состоянию. Потом этой сети дали запомнить 10 векторов из тех, которые она раньше помнила. Первые 10 векторов были запомнены, но, разумеется, они при этом и воспоминались. Что при этом произошло? У этой сети всплыли в памяти некоторые другие запомненные вектора. Что было сделано дальше? Ей дали запомнить еще несколько векторов из тех, которые она помнила. В сумме 30 на данном графике. И она вспомнила почти все. И когда, наконец, ей дали запомнить 40 заново векторов из тех, которые она помнила раньше, она вспомнила все. Ну, то есть, дали запомнить означает, что решили вот это уравнение и соответствующие члены внесли в матрицу связи. Ну, то есть, ну, грубо говоря, решили уравнение на эту матрицу для 10, 20, соответственно, 40 образов и внесли эти изменения в матрицу. При этом, ну, что интересного? То, что повторением уже ранее известных образов Си смогла восстановить всю свою память, которая у нее была до уничтожения мира. Это имеет абсолютно прямую аналогию с некоторыми эффектами, которые наблюдаются в нашей собственной памяти. Но самая простая аналогия, если вы что-то крепко забыли, то для того, чтобы это вспомнить, вам нужно начинать вспоминать что-то с этим связанное. Ситуацию, в которой вы это забыли, или, наоборот, ситуацию, в которой вы это запоминали, ситуацию, в которой вы делали что-то похожее. Например, вот я не так давно забыл очень нужный мне пароль. Да, классика. И я, ну, этот пароль был характерен тем, что я его вводил только в определенной программе, только на двух компьютерах, только в двух местах, на одном почти всегда днем, на другом почти всегда вечером. Я начал детально вспоминать эти компьютеры, эти места, окошки ввода. Открыл просто у себя на ноуте одно из этих окошек, начал там печатать случайные символы, просто чтобы появлялись звездочки. И я так провел вот в подобном процессе минут 30. И внезапно я вспомнил пароль этот, ну, вот, не то, что я начал его вспоминать постепенно, я его просто взял и вспомнил целиком. Вот, совершенно аналогичный эффект, ну, вот, как бы это такой на бытовом уровне, а в реальности еще более точное соответствие наблюдается, например, в случае повреждения мозга и восстановления моторной активности. Человек теряет способность как-либо двигаться в случае определенного повреждения мозга. Он начинает разучивать, ну, то есть, просто забывает все движения, которые он знал. Он начинает разучивать те движения, которые он должен иметь, там, ходьбу, там, движения руками специфические, и просто обычные, он начинает учить эти стандартные движения, они совпадают с теми, которые он когда-то помнил, и через некоторое время вот таких тренировок он вспоминает то, чего не учил сейчас, то, что он помнил когда-то, но оно было уничтожено при повреждении мозга. То есть этот эффект очень интересен вот именно этим, то есть что то, что в нашем мозге возникают подобные эффекты, подобные этому, означает, что эта модель в целом имеет что-то общее с нашим мозгом, что-то важное общее. Она, конечно, ему не эквиваляна по целому ряду причин, но что-то важное общее у них есть. Это ядерная ассоциативная память, о которой вот будет рассказывать Дима сразу после меня гораздо подробнее, поэтому я, наверное, просто пропущу этот слайд, не буду его никак особо комментировать. Это просто развитие модели ассоциативной памяти, в котором идет перезапоминание образов. А вот об этом я расскажу очень детально. Это динамическая ассоциативная память. Следующий шаг в развитии ассоциативной памяти. Классическая ассоциативная память Хофилда, она запоминала только отдельные картинки. Эта память запоминает последовательности. В данном случае она запомнила несколько слов в виде последовательности букв, но тут вот искаженные уже буквы на входе. И вот если ей показывать искаженные буквы на входе, но все эти буквы ложатся в последовательности, она может понять, какому из запомненных слов это соответствует, что и показывает. То есть вот это вот вход в сети, вот тут вот ее внутреннее представление о том, что ей показывает, а тут ее память о предыдущих состояниях. Можете попробовать угадать слово по вот этим вот буквам. Сетка умнее нас. На самом деле не умнее, она как раз вот примерно такая. Как она? Дейтайна. Правильно, сейчас. А вот это вот, для того, чтобы иметь это сосредоевание, это дополнительные нейроны в сети. А что, что? То есть каждому такому квадратику соответствует нейрон, или нет? Да, каждому такому квадратику соответствует нейрон, и не один. Там их довольно много. Вот. А вот эти, которые память тоже соответствуют нейрону, да? Сейчас. Что, что? Самой нейрон. Да, а вот это, вот мы и на вход не подаем ничего, но перед этим мы подавали вот то слово, которое мы видели. И это набор, ну вот этот набор символов, которые она генерирует у себя в памяти, это то, каким буквам можно было бы их соотнести, но не суть важна. Главное, что вот у нее возникает в памяти вот такой вот набор символов, которые она генерирует, генерирует непрерывно, циклически, основываясь на своих предыдущих состояниях. То есть вот этот процесс, этот процесс гораздо ближе к тому, что мы могли бы назвать мышлением, ну, чем что-либо, что получалось на моделях ранее. То есть фактически сеть такого рода у нас имеет, ну, помимо того, что она запоминает какие-то вот предложенные ей последовательности, она имеет какое-то собственное представление о них, и если мы дадим на вход ей что-нибудь, что ей что-то напоминает, то она потом, и перестанем ее давить этим входом, как бы внешним, который требует от нее ответа, а оставим ее в покое, она начнет генерировать свои собственные последовательности. И если таких сетей, ну, вот как бы, если представить себе такую сеть, как одну отдельную ячейку, как отдельный транзистор, то соединив их сеть между собой, уже, ну, сеть из-за таких вот динамических сетей, мы можем получить очень интересное поведение, которое, возможно, будет уже очень близко тому, что мы наблюдаем в нашем собственном мозгу. Потому что, ну, если представить себе, как бы, каждую такую сеть, как отдельную ячейку, и поставить много ячеек, то наверняка мы сможем наблюдать волны активности, которые пробегают по этим ячейкам, какие-то образы уже более высокого уровня, которые формируются на них, перетекание активности из одной в другую. И, в общем-то, это все очень близко к тому, что можно было бы называть мышлением. Ну, конечно, пока оно на уровне все-таки скорее догадок, чем каких-либо точных моделей, но тут уже понятно, в какую сторону двигаться, и это может быть, это может превратиться в модели в ближайшие годы, буквально. Вот. И теперь я еще хочу поговорить о... Ну, вот все эти сети, они работали с сигналами дискретными. То есть у нас был, даже в моделях, в которых присутствовало время, оно было по шагу. У нас был текущий шаг... Ну, да, про ядерные ты расскажешь. Вот. У нас был текущий шаг, предыдущий шаг, и изменения были, ну, пошаговые. В принципе, есть другой подход к этому, спайковые сети. Это сети из нейронов, которые ведут себя так, как биологический нейрон, который я показал в самом начале. Они время от времени спускают спайки, которые тут показаны, вот как такие зеленые эмбульсы, пробегающие по связям. Получают спайки, ну, и, в общем, проявляют вот такую вот забавную активность. У них есть... На данный момент у них есть один большой недостаток. Это все выглядит очень хорошо, но мы не понимаем, что там происходит, как они управлять и к чему это приводит. То есть вот эти сети пока что являются такой себе игрушкой. То есть обучать их? Обучать их, но единственный способ обучения, который для них предложен, это, по сути дела, свести их к обычному перцитрону многослойному, но заменить весь вес связи плотностью спайков, которые по ней проходят. Ну, как бы, точнее, рассматривать вместо весов связи плотность спайков и из этого модифицировать связи. То есть, в принципе, это чуть-чуть отличается от перцитрона, но слабо и дает совсем не те эффекты, которые мы хотели бы в них увидеть в будущем. Но что интересно, что вот те самые динамические сети, которые я показывал, какие ассоциативные сети, у них принцип отчисления связи между нейронами совершенно другой, и он гораздо лучше уложиться на спайковую модель, чем то, что делается для перцитрона. Я, скажем так, не могу сказать, что вот прямо совсем очевидно, как сделать динамическую память из спайковых нейронов, но это относительно понятно. И мне кажется, что если снова-таки потратить порядка года-двух исследований на эту тему, то получится сделать и это тоже. А в принципе спайковые сети характерны тем, что если их чисто формально, взять много спайковых нейронов и соединить в очень большом количестве, в данном случае мы видим анимацию 10 миллионов нейронов, которые наложены на карту мозга, то мы будем наблюдать в спайковых сетях как раз те переходы активности, по характеру какие, мы наблюдаем в реальном мозгу. Там возникают центры активности, волны активности. На этой модели удалось наблюдать после некоторых модификаций ритмы мозговые, вот эти вот альфа, бета и так далее, ритмы. Вот их аналоги удалось наблюдать на этой модели. И эффекты порядка эпилепсии, ну там не очень гладко было, но в принципе качественно эти эффекты тоже наблюдались на такой модели. То есть если мы просто возьмем кучу спайковых нейронов и соединим их статистически в некое подобие мозга, то мы получим там поведение, которое на статистическом уровне соответствует мозгу. Остается сейчас понять, как именно менять связи между этими нейронами, чтобы они давали то, что нам нужно. А это в свою очередь возможно, возможно, дать ответ на этот вопрос получится с помощью динамических сетей, о которых я говорил ранее. Единственное, что я старался с одной стороны углубиться в какие-то технические детали, а с другой стороны все-таки рассказать популярно. И по-моему, я не соблел баланс ни в одну, ни в другую сторону. Часть я рассказал слишком детально, а часть слишком популярна. Поэтому я с удовольствием отвечу на любые вопросы, чтобы прояснить ситуацию. А по очковому вопросу можно? Да. А если на вход не подавать ни вектор, ни матрицу, ни число, а если у меня граф на входе, как его переложить? Да, это, в общем-то, я бы сказал, нерешенная на данный момент проблема. То есть, если у нас есть информация такого рода, что мы не можем сказать, что на каждой позиции, каждая позиция имеет один и тот же смысл, а если смысл позиции меняется от их взаимного расположения, то как эту информацию представлять в пригодном для нейронной сети виде, на сегодня ответа просто нет. Для каждой конкретной задачи нужно ломать голову, как бы построить такие признаки, которые инвариантны. для дерева тоже есть. Вы сказали, что SVM работает приблизительно так же, как нейронные сети. Значит ли это, что если задача плохо ложится на SVM, нейронная сеть, перцетрон, с hidden layer будет работать так же плохо? Не всегда, но очень часто. Как-нибудь гайдлайны по архитектуре сети? Из гайдлайнов по архитектуре сети я могу сказать, что для всех прикладных задач, с которыми я сталкивался, было достаточно попробовать скрытый слой примерно в разы больше, чем вход, в разы меньше, чем вход, порядка входа. И, в общем-то, какая-то из этих архитектур, один из этих трех классов архитектур оказался очень близким к тому, что получалось перебором всех возможных параметров, всех возможных оптимизаций. То есть, пощупав их руками, можно понять, что примерно будет и какого порядка результаты можно ожидать. Если это то, что надо, то можно потом оптимизировать вокруг этого. А если это не то, что надо в принципе, то нет смысла даже париться. Обычно ограничиваются одним скрытым слоем? Обычно, да. Хотя, ну как, для того, что математически много скрытых слоев можно свести к одному. Но из-за особенностей обучения это, они не всегда эквивалентны, иногда имеет смысл пробовать несколько слоев. Ну, сегодня я не знаю точно, но скорее всего применяется, потому что, почему нет? То есть, если применяются статистические методы, то нейронные сети ничем не хуже. Так что я не могу ответить точно на этот вопрос, я не занимался этой проблемной областью, но почти наверняка применяется и почти наверняка дают что-то близкое к тому, что дают статистический метод и, наверное, немножко лучше. Такой вопрос. Это практический вопрос. На картинке нужно найти под картинку. Какой тип нейронов для такой задачи? Вообще тип нейронов вполне могут сойти обычный или РБФ, то есть типы нейронов. А находить под картинку, просто бегать всеми возможными окнами и ждать, на каком окне нейронная сеть скажет, что это оно. Ну, это традиционный способ. Ну, в общем-то, если нужно решать именно нейронными сетями, хочется именно нейронными сетями, то это, в общем-то, единственный способ. Хотя есть такие очень интересные сверточные сети, с которыми я, к сожалению, не работал, но очень советую посмотреть в их сторону для обработки изображений. Они мне лично показались очень перспективными. Я, к сожалению, не могу сказать с уверенностью, насколько они хороши или плохи, но сверточные сети, да. У них очень интересная идея лежит в основе, которая вполне может дать хорошие результаты на многих прикладных задачах. Какие еще области практического применения, кроме распознавания изображений? Распознавания? Нет, ну, реально нейронные сети сегодня практически применять, кроме распознавания изображений, можно ради что для управления. Вот для управления они эффективны, безусловно. А шахматы же не заучить. Шахматы неэффективно применять нейронные сети. А, да, вот из игр относительно неплохо игра Go. Так Go же не решен еще вопрос? Да. Ну, с Go вопрос не решен. Проблема вертолета, там, на УК-6, можно сформулировать полностью? Задача, ну как, в той постановке, которая решилась за три часа, это была такая задача. Есть вертолет на стенде, у него есть двигатель, который определяет его угол поворота, и можно задавать напряжение на этом двигателе, и нужно, чтобы он проследовал определенные траектории углов там. Ну, это как бы competition, то есть там есть стандартная траектория, которую нужно проследовать, и многие люди разными методами соревнуются, кто лучше и точнее сможет проследовать по этой траектории. Вот там было управление одним двигателем, который определял поворот этого вертолета. Ну, соответственно, то есть у нас... Проблема в том, что если мы начали крутить двигатель, и вертолет начал двигаться в ту сторону, то если мы остановим его в тот момент, когда он дойдет до нужной точки, он будет продолжать крутиться дальше по инерции. Нужно вовремя подать на него обратный сигнал, чтобы он затормозил ровно в том месте, которое нам нужно. То есть в этом проблема, а в принципе она решается. Это как там уже, что в актере шоутического управления, там какие-то, что-то следящие, такая-то не системы. Не, ну в принципе, как бы это задача, которая решается пит-контроллером в принципе, но нейронные сети решают ее существенно, лучше, чем пит-контроллер, более точное управление получается. То есть задача, которая у нас терпла траектории, его что-то вернуло, наверное, он все пилет его обратно в траекторию? Вернуть в траекторию, если мы... В смысле он на остальных траекториях задрошел, там шкать и плохо. Разумеется. Ну, задача управления компенсирует любые внешние факторы, которые неизбежно возникают. И если мы говорим о решении на модели, то, разумеется, эта модель не чистая, а модель, в которой есть набор случайных воздействий, иначе там не о чем говорить. Если бы мы решали задачу управления чистой моделью, как бы математической, то мы бы могли найти ее точное решение и просто не использовать никакой метод, а следовать этому решению. Но когда говорится о любой реальной задаче управления, там берутся модели, в которые вносятся шумы, которые имитируют как бы реальные случайные факторы. Ну, вообще говоря, там нейронные сети типа как раз ассоциативной памяти используются. Просто у нее есть текущее состояние, следующее состояние, еще одно состояние. Ну, как бы… А со сколькой итерации сходится? Ну, это, как говорится, что подойдется… А, устанавливается состояние, а потом запускается, она приходит в какой-то… А, ну, там есть… Ну, если у нас N нейронов, то примерно за 3-4 прохода всех N нейронов достигается устойчивое состояние в большинстве случаев. Ну, это зависит… То есть, если нам нужно поле 10 на 10, то нам нужно 100 нейронов. Вот такова, это зависит уже от задачи, которую мы ставим. Число нейронов. Ассоциативной памяти какая размерность весов должна быть? В смысле размерность весов? Ну, вообще, вот если мы с поля 100 на 100, допустим, мы хотим там… А, сколько там весов? Да. Если… Нет, у нас в ассоциативной памяти весов N квадрат от числа нейронов. А нейронов, соответственно, с поля 100 на 100 до 10 тысяч. То есть, довольно много. Каждый с каждым, да? Да, каждый с каждым. Кроме себя. Насчет кроме себя… В классической модели… Да, в классической модели Хофилл это было кроме себя, но реально оказалось, что имеет смысл вводить связи на себя и имеет смысл их потом определенным образом модифицировать. Это немножко улучшает… Даже немножко, довольно неплохо улучшает характеристики сети. А насколько часто бывает, что расходится? Ну, как? Не бывает вообще? Такого, чтобы сеть не пришла к устойчивому состоянию в любой сети, у которой… Сейчас. Секунду. Вот. Для того, чтобы в любой модели ассоциативной памяти вот эта матрица симметрична. Если эта матрица симметрична, то не может быть такого, чтобы мы не пришли к устойчивому состоянию. Кроме единственного исключения, если мы пересчитываем состояние всех нейронов одновременно, мы можем прийти к устойчивому циклу из двух состояний, которые будут переключаться одно в другое. Если мы будем пересчитывать состояние не всех нейронов сразу по одному, вот как здесь происходит, тут по одному они пересчитываются, то такие циклы из двух невозможны. Она всегда будет. Что отличается? Какая модель следующей динамической памяти? Принципиальное отличие в том, что вот у нас тут как бы в динамической памяти, кроме YT, вычисления YT плюс один, входят еще YT минус один, YT минус два и так далее, там на несколько уровней, как бы в гулю. Вот это основное. Ну, то есть, в целом она достаточно похожа по своей структуре, но вот это отличивое отличие. То есть, в динамической памяти, там уже детский слой, там просто количество на нейронов? Ну, скорее, я бы сказал, количество связей даже. То есть, там есть как бы, ну, слой нейронов единственный, но мы туда можем довольно много связей разного типа запихнуть с разными задержками, и это будет определять ее свойства, а не число нейронов, конечно. Какая вычислительная структурность? Поскольку я понял, то есть, если мы добавляем даже несколько нейронов, то сложно стрессовать в разводе? То есть, в нейронов? Нет, ну, смотря что считать. Вот если мы берем вот память 100 на 100 динамическую ассоциативу, которая должна запомнить вот те самые 7 слов по 6, 6 слов по 7 букв каждая, и в ней 100 нейронов, то вот полный процесс обучения занимает примерно полторы секунды на моем науке. Ну, то есть, как бы не очень мало, но и не очень много. А если использовать параллельные архитектуры, то, в общем-то, можно моделировать очень большие сети. Задача распознавания капчи наравне с человеком практически равна? Примерно решено. То есть, наравне еще не очень, но на близком уровне уже решено. Процентов на сколько? Ну, процентов примерно на 20-30 человек, конечно. Плохо. Ну, почему плохо? Так, один из пяти получаются. Так, один из пяти. Нас бот, который тысячи раз пробует, и каждый пятый проходит. Это отличное решение. Нет, ну, конечно. То есть, если мы сегодня придумаем какую-то новую капчу, то пока боты выйдут на 20%, пройдет какое-то время. Не, ну, скажем так, на ограничение, ну, просто я сталкивался с этим курсом, на достаточно, ну, скажи так, если взять там капчи, скажем так, более-менее известный движковый генерированный, ну, так вот, так вот. Там достигает такого высокого процента распознавания, что... Я вам расскажу историю. У нас была такая функция, называлась «Гэп-грусс». Я уже рассказывал. «Гэп-грусс»? «Гэп-грусс» называлась, да. В общем, движок распознавания капчи, он распознавал их эффективно и все такое, и где-то в 8% случаев не справлялся. То есть, там было видно по пикам, там, ну, там, пыли можно было примерно определить, насколько эффективно обручена система, пики были низкие, мы видели, что, короче говоря, мы не распознали эту капчу, короче говоря, тогда только дергалась функция «Гэп-грусс», которая делала что-то «по запрос», был сервис, который... – Я учился в странах! – Да, ну, так вот, цифра эта была всего-то 8% или 6,5% то есть, чего не хватало до 100%. То есть, 92%, там, 93,5%... – А, то есть, тогласки очень практичный вариант, а? если брать капчи которые устроены по принципу просто печатаем текст надавшим шрифтом потом его зашумляем там действительно вообще делать не еще а там ну и чем сложнее искажение тем меньший процент но в какой-то момент уже люди перестают не справляться так вот я обычно обновляю сейчас похоже я вообще не могу сейчас вернуться никакому слайду следующий пожалуйста включите еще один а или а вот да да ну примерно 20 процентов да потом далее запомнить уже которые до 10 не могу сказать нет данных сбросить или со мной да кстати интересный вопрос скорее скорее всего при этом что-то вспомнится но почти я почти уверен что ну существенно не все то есть а вот более точные именно с распознанием человека по лицу то есть только какой-то человек не очень хорошо но не очень ну то есть если если мы можем поставить задачу так что у нас есть человек которого который смотрит прямо в камеру хорошего качества а если человек не человек тот человек ну вот так таких систем я просто не знаю но я думаю если бы я видел на на байконе был доклад коду расстрела белок из водяной пушки и там в комментариях упоминали тулки написанного платья который позволяет по видео стриму ловить изображение потом его трек я я только не помню как название а зачем там делал очень много и они постоянно портили детям там тыквы на хэллоуин постоянно или который вот кстати